Доброго времени суток, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня просто хочу поболтать, рассказать вам, чем мы занимались вот эти дни, где мы были, что мы видели, и вот так вот далее. Каникулы у Глебушки. Мы ездили к сыну с невесткой в гости, в тепле ездили. Мы очень хорошо посидели, очень хорошо пообщались, прямо прекрасно пообщались. Внуча же у меня закончила первую четверть первого класса. Прям лапочка моя там одни звездочки приносила, одни пятерочки. Ну прямо умничка девочка. Я ей потихонечку, я тогда вам рассказывала, я потихонечку спрашивала, Аленушка, что ты хочешь? Тебе же подарок нужен. Она вот как-то стеснялась, стеснялась, а потом говорит, бабушка, я золотую рыбку хочу. Ну золотую рыбку, конечно, можно, но вот сейчас уже холодно все. У них пока не приготовлено место, допустим, для этой рыбки. А если в маленькой, мы вначале хотели, вот продаются в зоомагазине вот эти большие рюмки. И, ну как он, мини-аквариум, там буквально, ну может, литр-два, ну они разные бывают, эти рюмки. Там их рюмками называем, вот большие на ножке. Очень оригинально смотрится. Но это, знаете, вот когда рекламу там показывают или что-то вот так вот подарить, но потом эту рыбку надо, значит, поместить в другую емкость. Потому что, например, золотой рыбке нужно 10-12 литров на одну, а там литр-два, она просто там погибнет. Жалко тоже рыбку, что, ну зачем ей гибнуть, поэтому нужно вначале в аквариум все и место приготовить потом уже. Ну и думаю, ладно, надо же так ее чем-то поощрить. Вот, а так у нее еще и зуб выпал, так что ж такое-то, а? И она этот зубочек-то зубной феи выложила под подушечку. Зубная фея, кажется, ночью приходила, зубчик-то забрала этот зубок ее. Вот, и она как-то денежку положила. Вот, ну ладно, у нее там на какую-то игрушечку, значит, денежка есть. Ну, почему денежка? Потому что зубная фея, кажется, прилетела, а зуб-то вылетел у нее вот к ночи. И все магазины-то закрыты. Зубная фея не успела просто в магазин заехать, залететь-то. Поэтому принесла денежку ей. Ну и папа с мамой ей объяснили, что ну вот они в воскресенье пойдут и что-то на эти денежки купят. Они действительно так пошли в выходной день и купили ей какую-то там игру, что ли. Короче, вот что она облюбовала, они ей купили. Но это не они купили, они просто вот сработали проводниками такими, знаете, посредниками. А на самом деле это подарок от зубной феи. Ну и я у нее тоже спрашиваю, Аленочка, у тебя зуб выпал, да? Зубная фея-то прилетала, да? Ну и хорошо. Ну, бабе она тоже, говорю, мне она тоже подарок для тебя передала. Правда, да? Ну и хорошо. Ну и вот мы, я испекла большой-большой-большой прям торт, сделала. Я сделала трайфл. Трайфл, знаете, вот вообще в стаканчиках же, ну можно это трайфл делать и большой. Потому что, знаете, вот столько стаканчиков наложить, много вот, и потом как их везти? Вот правда, вот мы думали-думали, не придумали, как вот доставить вот эти стаканчики. Их надо поставить, чтобы их не тряхнуло ничего. И это, думаю, ладно, и мы сделаем на блюдо такое большое-большое, сделали вот этот трайфл один общий. И я вам потом покажу в конце видео, как, значит, какой он внешний вид у него был и какой он, значит, вот в разрезе. Я вам стаканчик покажу на стаканчике тоже делали. Вот, ну и вот этот день был канительный, конечно. Мы с утра с дочи в магазин нужно Аленке, значит, подарок купить. Она увлекается вот этими куклами. Какие куклы? Какими куклами Аленка увлекается? А, Барби. Вот этими куклами Барби. У него уже столько этих Барби. Я вам не могу рассказать, сколько у него этих Барби. Уже, знаете, можно, наверное, весь город Текили снабдить этими куколками. Сколько вот у нее. Ну и как-то вроде неинтересно вот уже. А пришли в магазины, мы всегда в детский отдел ходим в определенные. Там такая миловидная девушка. И вот она говорит, а вы знаете, внучка ваша что, значит, вот любит? Я говорю, да вот она Барби увлекается. Девушка это мне говорит, вы знаете, а у нас сейчас поступили, это последний писк. Вот последний писк буквально. Посмотрите, какие миловидные куколки. Точно так же упакованы, как Барби, но только она порядком меньше. Она такая хорошенькая. Она вот, знаете, сделана в миниатюре. Вот ребеночек миниатюр, вот настолько хорошенькая. У нее такая прическа красивая. Глазки, вот это лицо у нее прям натурально смотрится. Не просто вот эта кукла Барби. А вот, ну настолько она хорошенькая игра. Давайте мы возьмем. И у нее там прям сумочка и расческа, значит, там, потому что волосы у нее длинные. Прям, ну настолько это все здорово. И самое интересное то, что у нее, значит, шевелится ручка в плече, сгибается, в локте сгибается, кисть у нее, значит, шевелится. И на ножках она в колене, вот в суставе, в тазобедренном суставе. И стопа у нее крутится. Ну это очень интересно. Правда, куклеха такая. Она небольшая, но настолько классная. Да, в принципе, небольшая как? Наверное, она ростом, если ее ровненько сделать, она будет такая же, как эта Барби. Но только та такая худосочная вся, как палочка, да. А это вот именно очень красивая, вот такая куклеха классная. Вот эту куклу ей купили, значит. И я ей закончила вот эти сапожки. Я забыла их вам сразу же сфотографировать, поэтому уже туда приехали. И опять посидели, пообщались, прям вот настолько как-то живое общение было. Вот какое-то вот хорошее такое общение было, да. Домой вернулись для Оля. Я сапожки Аленкина не сфотографировала. Она говорит, ну попроси Вовчика, он сфотографирует. И вот он сфотографировал, прислал фотографии. Поэтому я вам покажу, какие сапожки. Они вот, значит, я их связала с такой, знаете, толстых-толстых ниток. Они прямо такие толстые, прям настоящие сапожки, да. И плюс вот этим блестящим шнурочком украсила. Вверх вот эти рюши сделала, значит. Вот эти у меня были жемчужинки-бусинки. Я вот этими бусинками обшила. Но она девочка, ей надо. Теперь надо Данику, внучку это сделать. Потому что Глебушке я связала, Аленке связала. Теперь Данику нужно связать. Ну и вот сколько радости было, сколько... Ну и, значит, продавщица-то это и говорю, девушке-продавцу. Говорю, ну теперь мне внуку надо, значит, младшему Данику. А чем он увлекается? Да он вот эти маленькие модельки любит машинок. Она говорит, вы знаете, вот у нас действительно поступление. Вот оно, смотрите, прямо. Ну посмотрели, правда, хорошее. Даже вот у Глебушки таких машинок нет. Потому что у нас Глебушек в свое время, он очень увлекался вот этими модельками маленькими. У него этих моделях, вот знаете, ну не могу я вам по счету сказать сколько, но то, что мы три или четыре мешка уже подняли, значит, на чердак, это однозначно. Они Оля с Сашей сохраняют их и говорят, посмотри в каком они состоянии, они прямо новенькие. Мы своим внукам будем давать их играть. Ну давайте, мечтайте. Ну и вот так вот, короче. И ему купили наборчик из пяти штук вот этих машинок, значит, он так упакован. Прямо они, каждая машинка в своем боксе, и эти боксы перестраиваются. Ну интересное тоже. Он обрадовался так. Вот, и теперь вот сын говорит, что это... Аленка так с этой куклой, как везде ее из рук не выпускает, она с ней так и спит. Ну и я очень рада, что ребенку понравилось. Вот очень рада. На то и рассчитывала, чтобы ребенку понравился подарок. Ну и вот. А Данику тоже понравилось, значит. Ну и там вот эти шоколадки, вот это все, это уже как приложение, как должное. Ага. Потому что, ну дети есть дети. Когда заходишь в дом, и они бегут навстречу, и вот, ну все равно каждый ребенок, и он смотрит. Ага, баба давно не была, бабушка приехала, значит, что-то сейчас угостит. Поэтому мне сын зачастую, мам, приезжай, мам, приезжайте. Ну, типа вот, мы соскучились, приезжайте, да. Вов, нет, пока нет, пока не приедем. И вот этот раз подарков надо накупить, значит. И у нас немножко вот так получилось, что, ну, немножко не было возможности. Ага. Мам, ничего не надо, ничего не надо, главное, сами приезжайте. Я говорю, я понимаю, сынок, что тебе не надо, тебе не надо. А детки, они есть детки, они наивные, они смотрят вот такими глазками, и они не поймут. А чего же баба-то обязательно надо с подарком? Ну, и по всякому случаю, я привыкла так, и я воспитана так. Я знаю, что у меня мама с папой такие были, что вот они, если к внукам идут, они, даже если у них нет возможности, они вот хоть какую-то дорогую шоколадку нам принесут. Ну, потому что это дедушка и бабушка, они, ну, за это их, собственно, и вот и любят, за их доброту, за их внимание. Дедушка, бабушка, это такие они и есть. Вот, ну, и вот мы в тот вечер настолько хорошо посидели, настолько хорошо пообщались. Вот, Олечка, правда, с Вовчиком, сыном уединились, там, туда, к нему в кабинет, и они, значит, это, у меня сын очень хорошо разбирается в компьютерах. Он прям что-то настроит, что-то где-то вот такое вот. А дочь, она у меня дизайнер, прямо очень хороший дизайнер, она тебе оформит любую вещь, это будет очень красиво, очень оригинально, и вот очень-очень. Да, а вот не всегда у нее все с компьютером получается, с ноутбуком она, она на ты. Но если что-то вот не удается вот установить, все, у нее уже, хоп, она сразу Вов, ну, приезжай, я сделаю. Вот тут как раз нужно было программку одну установить, все сразу, вот, звезды сошлись, как говорится. И мы вот этот, и торт подарки, и вот этот ноутбук, и поехали к Вовчику туда. Вот они с Олечкой там, короче, Вовчик-то особенно ушел в свой кабинет, и вот он там делал, вот эти программки нам устанавливал, что-то там прошивал, ну, вот тут это все делал. А мы сидели просто в зале, общались детки, а когда их трое, это настолько было весело, их же не удержишь. Вот, и они, это, и мы общались, значит, Саша, вот, зять, невестка, и вот я сидели, вот, общались, прям хорошо общались. Ну, и вот, я про свое увлечение, что-то вот невестку заинтересовала и рассказывала про свою, вот это, говорю, мне очень нравится что-то вот готовить людям, что-то показать, вот именно, что мы готовим. Может быть, кому-то это пригодится, мне это нравится, реально нравится, я вот от души это делаю, вот. А вот она, допустим, она очень вкусно готовит, очень вкусно готовит. Кстати, я сама себя перебью, вот, когда сели за стол, там, угощали они нас, значит, кушать, там, то, сё, и вот этот чай с тортом, значит, и, это, она угостила нас кабачковой икрой. Вот, вы знаете, я правда, ну, вот, я прожила 60 с лишним лет, и я не ела такой икры, вот, настолько она вкусная, она реально вкусная. Я тоже делаю икру, тоже делаю, она вкусная, прямо, ну, прямо, ой-ой-ой, я думала, что моя икра непревзойденная, вот, реально непревзойденная. А вот, как оказалось, вот так-то, превзойденная, у невестки лучше получилось, действительно, очень вкусная, они очень любят острое, она островатая, ну, обалдеть, какая икра. Молодость победила опыт, да, Олечка, вот, реально настолько вкусная, вот, у неё кетчуп, я никогда такой не ела, вот, мы им сейчас, если я что-то делаю, какую-то там, выпечку несладкую, вот, я пользуюсь этим кетчупом. Это вот они нас угостили, и я вот этим кетчупом пользуюсь, да, я вот никогда не думала, что в этот кетчуп она, допустим, я просто пробую, он очень вкусный, очень вкусный, я никогда не думала, что это в этот кетчуп она яблоки добавляет, вот, как-то так, вот, как оказалось, да.